И кстати, в единственном реальном довозском заявлении премьера Гончарука о некоем сотрудничестве, то ли управлении, то ли консультировании у Казалезницы со стороны Дойча Бана, речь идет не об инвестициях. К слову сказать, последний раз немецкая государственная компания управляла украинскими железными дорогами в 1941-1944 годах, но об эффективности такого сотрудничества трудно судить ввиду постоянных рейдерских атак украинских партизан. Ну а в нынешнем этапе сотрудничества украинских железных дорог с Дойча Бан мы поговорим с экономическим экспертом Павлом Вернивским. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Первый вопрос. Так все-таки управление или консультация? Что из себя представляет Дойча Бан? Чем может быть интересен нам их опыт? Смотрите, на самом деле ситуация очень забавная получилась в этом плане, потому что Гончарук заявил об управлении. В тот же день Дойча Бан опроверг это заявление на Гончарука и сказал, что они только будут консультировать. И лично я подозреваю, что это подготовка к будущей приватизации Укрзалезнете. Сейчас я даже не могу предположить, зачем заключался этот контракт, даже не контракт, а меморандум о сотрудничестве, о консультациях. То есть зачем он заключался? То есть на такой долгий срок, то есть 10 лет они заключили. И здесь, скорее всего, как бы наше правительство сейчас заинтересовано. То есть оно, если, допустим, просмотреть всю тенденцию, которая сейчас происходит, они продают государственные предприятия. И один из таких потенциальных интересных объектов, это как раз является Укрзалезнете. Это только вопрос в том, кому ему продать. И, возможно, скорее всего, таким вот образом через консультирование, то есть они хотят показать товар, чтобы немцы пришли, посмотрели, что это за товар. И, возможно, в будущем этот товар может отойти немцам. Но вопрос же не только, что продавать, какую часть собираются приватизировать. Ведь, когда мы говорим Укрзалезница, это на самом деле очень большое предприятие, которое только рельсами или там одним видом перевозок не ограничивается. Смотрите, на самом деле, в принципе, вы правду говорите, то есть в данном случае. Ну, мы все же остановимся на том, что да, то есть будет зависеть от того, как они будут продавать. То есть будут продавать только бизнес-перевозок, либо будут продавать всю компанию с инфраструктурой. Это тоже, как бы, вопрос, но это вопрос будущего. Ну, вообще, как бы, в принципе, главная суть сегодняшней, как бы, вот этой канители с Дочебаном в том, что правительство сейчас, как бы, у них есть определенная политика. То есть нужно понимать логику, почему они все делают. То есть логика состоит в том, что правительство должно избавиться от государственного управления в определенных сферах, то есть не стратегических каких-то объектов. И, соответственно, сейчас, например, тоже Укрзалезница нуждается в огромных капитальных инвестициях. То есть эти капитальные инвестиции оцениваются где-то десятки миллиардов долларов. Это обновление инфраструктуры, это обновление железнодорожного подвижного состава. Это огромные масштабные инвестиции. То есть, ну, износ, практически, износ поездов Укрзалезница состоит 90%. 90%, и многие поезда уже служат 30-40 лет. То есть, фактически, при том, что они уже давно должны были быть списаны, но при этом они продолжают служить, и при этом они продолжают использоваться. И у них есть ожидание того, что кто-то другой придет сделать эти капитальные инвестиции. Кто-то другой придет и, допустим, за свои деньги модернизирует состав Укрзалезницы. На самом деле, я не хочу сказать, что это вообще какая-то гипотетическая ситуация. Приватизация во всех странах происходила по точно такому же сценарии. Приватизация Великобритании абсолютно такая же была, именно по таким же причинам. Когда в середине 90-х годов Великобритания проводила приватизацию своей железной дороги. То есть у них была задача то, что тоже, опять же, подвижный состав нуждался в модернизации. Если государство не хотел выделять на эти деньги, они ожидали, что придет частник и эти деньги проинвестируют. То есть, соответственно, они начали процесс приватизации. На то время государство выделяло значительные субсидии, где-то порядка 2-3 миллиардов фунтов. Даже до 5 доходило миллиардов фунтов в год. И, соответственно, они снижали эти субсидии, ожидая, что затраты лягут на плечи инвестора. То есть, тот, кто купит эту железную дорогу. И они столкнулись с таким интересным моментом, когда они просто эту дорогу приватизировали. Частный инвестор не стал их финансировать. Потому что, давайте будем объективными, что, опять же, капитальная инвестиция – это проект, который, соответственно, может снижать прибыльность. То есть, соответственно, если вы финансируете капитальную инвестицию, то вы можете забыть о прибыли. На долгие годы, это 5-10 лет, 20 лет. Кто готов, например, сейчас, допустим, нести какие-то огромные убытки ради того, чтобы через 20-30 лет получить прибыль? Ну, то есть, таких сумасшедших в мире очень мало. И, соответственно, бизнес более нацелен на получение текущей прибыли. Ну, на прибыли в сегодняшнем, в текущем моменте. С другой стороны, поскольку бизнес нацелен на получение прибыли в текущий момент, то он не готов инвестировать эти капитальные инвестиции. И Британия столкнулась с тем, что в стране не обновлялся подвижный состав, и просто они начали поезды ломаться и попадать в аварии. То есть, там было несколько крупных трагедий, несколько крупных аварий. Правительство увидело, что приватизировало компании, но в то же время затраты в любом случае все равно остались на них. И государству Британии пришлось увеличивать субсидии на железнодорожный транспорт. То есть, они начали субсидировать частников, потому что частники не были готовы. И вот это ключевая причина, почему, в принципе, сейчас ошибочное, наше правительство прошло ошибочно наступать на те же грабли, что наступило в свое время в Великобритании. То есть, оно ожидает на то, что кто-то придет, проинвестирует эти капитальные инвестиции, но это будем не мы. Хорошо. Вот если мы возьмем Deutsche Bahn или другие компании, являются ли они прибыльными? Или они все в Европе датируются? Смотрите, на самом деле, Deutsche Bahn прибыльная компания. То есть, она в 2018 году заработала 500 миллионов евро прибыли. Но при этом, чтобы вы понимали, то есть, Deutsche Bahn получил субсидии от государства в 7,5 миллиардов. То есть, фактически, 7,5 миллиардов. То есть, если, допустим, отнять 500 миллионов, то это было бы 7 миллиардов убытка. 7 миллиардов убытка, которые бы получил Deutsche Bahn. Но он его не получил, потому что получил в виде субсидии. Кстати, Deutsche Bahn это же государственная компания. То есть, он получил в виде дотаций. Суть в том, что, в принципе, на самом деле, в Европе, то есть, в Испании, в Италии, в Швейцарии, в Нидерландах, то есть, во всех развитых государствах, ну, кроме Великобритании, там еще и некоторые государства, то есть, железная дорога принадлежит государству. То есть, государству. Потому что европейцы на каком-то определенном этапе поняли, что есть, не весь бизнес может приносить прибыль. То есть, ну, он теоретически не весь бизнес может приносить прибыль. То есть, например, там, такой бизнес, как железная дорога, такой бизнес, как электроэнергия, такой бизнес, как, например, там, коммунальные услуги. То есть, это бизнес, который нуждается в огромных капитальных инвестициях. Вот если мы будем говорить про капитальные инвестиции, то есть в этом бизнесе, то, соответственно, Но даже есть обратные примеры, то есть компания может не нести эти капитальные затраты, ее никто не заставляет по большому счету нести. Но с другой стороны, если она не будет эти капитальные затраты нести, то соответственно пострадает качество инфраструктуры, качество подвижного состава. А то, что мы сейчас наблюдаем, гнилые поезда ездят в Украине. Все почему? Потому что компания, ну, украинские затраты на капитальные инвестиции. То есть ездят гнилые поезда, то есть наши многие люди там шутят, там фотографии выставляют, как допустим какой-то поезд там буквально там с этими, ну, над деревом прибит гвоздями, то есть ну таким вот образом. Все почему? Потому что никто не заинтересован в капитальных инвестициях. У нас сейчас абсурдная вера в то, что должен быть рынок, какая-то рыночная эффективность, что все компании должны приносить прибыль, но при этом страдает качество инфраструктуры, качество предоставляемых услуг населения за счет этой инфраструктуры. То есть то, что сложно понять нашим младолибералам, или как они все говорят, либертарианцам, от прихода частника качество услуг совсем не обязательно улучшается. Нет, не улучшается, абсолютно не улучшается, потому что качество услуг будет зависеть от качества инфраструктуры, а качество инфраструктуры зависит от капитальных инвестиций. А капитальные инвестиции это огромные затраты, которые в текущем моменте приведут к убыткам. И убыток, соответственно, если этот убыток, либо же, опять же, мы говорим о качественной инфраструктуре и убытку, либо же говорим о некачественной инфраструктуре и прибыли. То есть, ну, как бы, наверное, частнику больше выгодна прибыль, потому что он сейчас эту прибыль будет иметь, а он сейчас эту прибыль будет зарабатывать. Украинское издание тоже прибыльное. Знаете, Павел, подведя итоги нашей беседы, я хочу сказать, что тяжело в нашей стране быть не лохом и понимать, что происходит. Становится грустно, печально и, в общем-то, так сказать, и ты как-то сразу становишься врагом этого правительства. Ну, наверное, на этой оптимистической ноте, чтобы люди должны понимать, что даже тот европейский опыт, который, казалось бы, либеральный, в общем-то, больше основанный на приватизации, далеко не во всех сферах был успешным, а кое-где и прошла ренационализация, то есть повторная национализация вот таких отраслей, как железная дорога. Благодарю вас за участие в беседе. Это был Павел Вернивский, экономический эксперт.